Приветствую вас. Прочитал ваш текст. И вы знаете, вот, как-то читая ваше сообщение, да, читая вашу проблему, у меня сложилось такое ощущение, что вы понимаете, вот, просто и слагаются факты. Сын 11 лет, он, значит, врёт, склонен к воровству, так, какой способ. Ну, причём вы говорите, что был пойман на воровстве. Значит, смотрите, ребёнок врёт тогда, когда он хочет казаться не быть. То есть, ребёнок врёт тогда, когда у него есть стойкое ощущение, что, говоря правду, он не добьётся каких-то полезных для себя результатов. Вот. И необходимо понимать, что враньё было кем-то подкреплено. То есть, вот, то, что он врёт, было подкреплено кем-то из вне. Не обязательно вами, не обязательно родителями, но кем-то. Это первое, да. То есть, ребёнок не принимает что-то в себе, ребёнок хочет кого-то казаться, а не быть, и у ребёнка есть позитивное подкрепление вранью. Воровство. Воровство это, ну, особенно, если вы его поймали, это потребность во внимании. То есть, это вот такой способ привлечь к себе внимание, в том числе и вас. Каким угодно способом. То есть, считается, что если человек делает что-то противозаконное, да, ну, вот, как, например, случилось воровство, и он, ну, его ловит, то это делается именно для того, чтобы меня поймали. Тут есть даже такая вот психологическая игра, поймай меня. Когда человек делает какие-то вещи, вот, специально, чтобы не пропадали, вот, и чтобы дали встык. Ну, а, соответственно, когда дают встык, то в этом случае ребёнок получает то самое внимание для себя, которое он хочет получить. Вот. И понятно, что, вот, вот, нельзя, да, с которым, наверное, вы говорите всему ребёнку, оно никак не объясняется на доступном для ребёнка уровне. То есть, необходимо понимать, что, говорят, ладно, сейчас ребёнок не понимает, что такое нельзя. Точнее, точнее, ммм, воспринимает это, ммм, как такой досадный забред, досадное ограничение, но оно для него ничего не значит само по себе. Каковы у этого причины? Большой вопрос. А, то есть, вот, ммм, у кого он научился обходить, обходить запрет, нарушать их? Даже, не запреты, а, у кого он научился игнорировать ограничения? Там. Нужно понимать, что детское воровство не является взрослым воровством. Всё, ребёнок ворует, а, если он ворует, он ворует исключительно для реализации какой-то своей психологической потребности. Вот, например, получить что-то, что, всего у меня нет, но есть и других. Здесь, соответственно, идёт сравнивание себя с другими людьми. И, как следствие, ну, негативное какое-то восприятие того, что у меня чего-то нет, у других есть. Дальше. Не хочет ходить в школу, потому что ему сложно строить отношения со сверстниками. Ну, опять же, как именно сложно строить отношения со сверстниками, нужно выяснять. Мне думается, что вот в контексте того, как вы написали своё сообщение, можно говорить о непривычке, о непривычности, точнее, для ребёнка выразится свои чувства. Потому что у вас сообщение, оно такое, достаточно холодное, но безэмоциональное. Оно такое, знаете, чеканное. То есть вы как будто прямо чеканите слова. Вот. Соответственно, у ребёнка могут быть трудности именно с выражением своих чувств, своих эмоций. И нарушена связь между импульсами, естественными импульсами, конструктивными, и способами их выражения. Опять же, из-за того, что это может быть нарушено у вас, эта связь. А вы пишите, друзей нет. Откуда вы это знаете, что нет друзей? Я не помню, что, ну, даже если сын вам говорит об этом, ну, это не факт. Вот. Вот. Друзья в один сет это довольно интимная тема. Вот. И не факт, что вы знаете наверняка, что у него нет друзей. Опять же, выглядит это как, ну, как способ. Вот. Способ как, эээ, возможность, эээ, привлечь к себе внимание. То есть, не факт, ну, потребность его внимания есть. Эээ, значит, общение с детьми хочет, пытается, ну, как правило, все заканчивается конфликтом и драками. То есть, опять же, здесь, эээ, не умение строить бесконфликтное общение и агрессия на сближение, то есть, страх близости. Ребенок не умеет, ээ, поддерживать эмоциональную близость. И снова, это перекликается с тем, как вы написали твой текст. Безэмоционально. То есть, вероятно, вы не научили ребенка, эээ, выстраивать эмоциональную близость. Эээ, вы, забегая чуть вперед, вы, эээ, пишите, эээ, в конце, что, общение с детским психологом, эээ, ребенку не помогло. Ну, ну, результатов, точнее, вот, вещь с детского результатов не дали. То есть, с одной стороны, вы думаете, что только у ребенка проблема, но проблема в вас, именно в вас, в родителях. Потому что ребенок, это ваша отражение. Это ваше отражение. Это первое. Второе. Не совсем понятно, сколько ребенок с детским психологом работал, и, эээ, что вы, что вы понимаете под результаты. То есть, когда человек приходит к психологу, в первую очередь он осознает себя. И это и есть результат. И при работе с психологом человек почти всегда себя осознает, правда, в силу, эээ, до специфики работы, эээ, специалистом. Поэтому результат, это, скорее всего, про вас. Скорее про ваше, про ваше желание и про ваше ожидание от, эээ, терапии в терапию. Вот. То есть, вопрос результата психотерапии другого человека ставить крайне некорректно. Вот. Дальше. Произвольство на семейное обучение. Крестивый. Эээ, способности к обучению, ээ, к учению есть, учиться на 4-5, но ленив не хватает упорства. Ну, здесь я вижу, что вам, видимо, важны оценки. Вот. Что вас не особо интересует то, чем ребёнок интересуется непосредственно. Вы большого значения придаёте учению, обучению. Вот. Эээ, и, не совсем понимаете, что, эээ, лень, это признак того, что ребёнку неинтересно. То есть, ну, может быть, неинтересная учёба. Она ему может быть просто неинтересна. Но вы предпочитаете заставлять его учиться сам, если так надо. И тем самым, ээ, игнорируя конфликты внутренних ребёнка. Иногда, имеется в виду, позволить человеку не учиться. Совсем. Эээ, и, эээ, толкнуть его, эээ, с последствиями этого. С эээ, 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 ээээ, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, ну, зачастую учёбой закрываются те пробелы в психологическом теле ребёнка, которые появились в результате дошкольного периода. Опять же, вот вы говорите, ему не хватает упорства. Да. Но, чтобы, чтобы было упорство, необходимо, чтобы было интересно. Чтобы было интересно, нужно, чтобы ребёнок понимал, о чем мне пречь. То есть, чтобы то, что он изучает, соприкасалось с его интересом, с тем, что важно ему. И не очень понятно, почему ребёнок, да, который ещё недостаточно взрослый, должен себя представлять что-то делать. Почему у него должно быть упорство к тому, что ему не нравится. Что ему не интересно. А что любит ему интерес? Опять, вопрос. Как только возникают трудности, любые сразу отступают и бросают наше все дело. Ну, здесь страх ошибки. Это страх. Ошибки – это страх неудачи. И, я полагаю, какое-то восприятие этой самой неудачи на случай, на случай. Вот так это выглядит, так это выглядит, по крайней мере, для меня. Так это выглядит. То есть, понимаете, ребёнок боится ошибиться. И опять же возникает вопрос, откуда у него, у ребёнка, такое отношение к неудаче, к ошибке. Откуда страх ошибки? Понимаете? Он же не на пустом месте, ладно? Страх. Ошибки. Вот. Скорее всего, вы вложили ему определённое отношение к неудачам. Потому он и боится. Что делать родителям в этой ситуации? Как помочь ребёнку? Понимаете, он покажет, что это немного странным, но... Что делать родителям в этой ситуации? Чтобы что? Как помочь ребёнку? Опять же, чтобы что? То есть, нет чёткого вопроса. Это не определённый вопрос. Что делать в этой ситуации? Что делать родителям? Чтобы что? Как помочь ребёнку? А что является помощью? Кто определяет, что в помощи, а что нет? Да? Ну, к примеру, у человека есть две проблемы. Допустим, проблема здоровья и проблема финансового благополучия, к примеру. И человек приходит к коучу, да, и говорит, вот я хочу больше зарабатывать. Коуч начинает обсуждать препараты, которые помогают при, допустим, заболевании человека. Вроде бы коуч помогает, но помощь не нужна человеку, а человек пришёл за другим. Да? Вот является ли такая история помощи? Почему так сложно? Ну, как сложно, не сложно, но проблематично достаточно. Я не знаю, вы на сайте первый раз или нет. Вот, но если вы почитаете вопросы, вы увидите, что очень мало вопросов про детей. Ещё меньше вопросов про детей, вот как вы задаёте ВИП. Совсем мало вопросов про детей платных. Почему? Потому что, да, потому что помощь понимается неверно. Помощь, вот с точки зрения родителей, это что-то сделать, как-то направить ребёнка, но исключается связь ребёнка и родителей. Если у ребёнка есть какие-то проблемы, проблемы объективно существуют, то начинать нужно с себя. Вашему ребёнку 11 лет. В принципе, возраст не самый маленький, но и небольшой. Всё можно исправить. Если безциплина сейчас вы вместе со своим мужем или вы вместе со своей женой, значит, обратитесь к психологу. И в первую очередь проработайте свои отношения. В первую очередь решите свои проблемы. То и ребёнок решит свои. Лучшая помощь для ребёнка, это показать ему как надо. Не сказать, не сказать, не наказать, а именно показать. Ну, чтобы показать, нужно отдавать себе отчёт в том, то есть осознавать, что происходит со мной. Чтобы показать ребёнку, нужно осознавать, что важно мне. Нужно осознавать, как хочу я. И тогда ребёнку будет вся самая помощь. Что касается детского психолога, то, во-первых, детский психолог, ну, желательно, чтобы это была либо игровая терапия, либо клиентоцентрированная терапия, либо и то и другое. Вот желательно вместе. Это первое. Второе. Это достаточно длительный процесс. Потому что ребёнок зачастую тяжелее раскрывается и тяжелее доверяет взрослому, если у него не было позитивного опыта общения со взрослым. Вот. Поэтому я не знаю, сколько, сколько ребёнок работал с психологом, но я так бы дозреваю, что недостаточно долго. Вот. Либо просто была подобрана, ну, выбран не тот подход. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И как мод? little ты надеюсь, то что�� обе great stimulus plan. Удачи, оlyssи-п notebook.